Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас 18 мая, соответственно, время очередного правильного понедельника. Традиционная проверка связи. Как меня слышно? Нет ли проблем с изображением и со звуком? Если все окей, можно поставить плюсики в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Как меня слышно? Нет ли проблем с изображением? Жду плюсики и, соответственно, продолжаем вебинар. Попробуем, конечно. Так, надеюсь, получше. Замечательно. Поэтому, если возникнут проблемы по ходу вебинара со звуком, либо с изображением, также сообщайте об этом. Попробуем сразу же их исправить. Что ж, всех, кто хотел присоединиться к нашему вебинару уже в сборе, думаю, соответственно, тех, кто не смог, посмотрят уже запись на нашем официальном канале «Аммаркетс». Напомню, что запись будет доступна уже буквально завтра в первой половине дня. Теперь можно перейти к сценарию. Он традиционный. Это ключевые фундаментальные события прошлой пятидневки. Основные события этой недели, на которые нужно обратить внимание. И заключительный слайд, также, скажем, заключительная часть нашего вебинара – это конкретные ценовые ориентиры и уровни по основным валютным активам, которые мы используем в спекулятивной торговле. Собственно, давайте переходить к основным событиям прошлой недели. Думаю, что вы прекрасно заметили, что вот уже которую пятидневку подряд у нас активным спросом пользуется главный валютный риск – европейская валюта. И если сделать акцент на фундаментальную составляющую, все-таки действительно можно найти, конечно же, факторы, которые способствуют укреплению роста валютного риска. Но при этом нужно, конечно же, понимать и иметь в виду, что есть и очень серьезные негативные факторы, которые пока что не находят свое отражение в стоимости, но представляют угрозу для перспектив. Поэтому, если вы относите себя к такому позиционному трейдеру, конечно же, нужно быть сейчас весьма осмотрительным и внимательным при занятии длинных позиций по большинству рисковых инструментов. Практически, можно сказать, даже по всем рисковым инструментам. Неделя для евро, как и позапрошлая, оказалась весьма результативной. Если опустить торговую сессию понедельника и, в принципе, перейти к вторнику, когда стояли появляться уже более-менее важные макроэкономические отчеты, на которые стоило обратить внимание, то ко вторнику евро уже претендовал на тестирование уровня 1.13. Возможно, поддержку евро-доллару указало сообщение, что Греция все-таки смогла найти ликвидность для того, чтобы погасить очередной платеж перед МВФ. Более того, оказалось, что тот самый обязательный транш перед МВФ на сумму 750 миллионов евро Греция перевела даже накануне, то есть за день раньше положенного срока. Что касается тех рисков, которые все равно актуальны для Греции и, в принципе, для валютного блока, то они остаются прежними, поскольку до сих пор еще не ясно, как будут обстоят дела с дальнейшими обязательствами. Ясно только то, что у Греции серьезные проблемы с ликвидностью, и эти риски сохраняются. Вы знаете то, что Греция смогла рассчитаться по очередному кредиту с МВФ на прошлой неделе. При этом остается все меньше и меньше дней. Вот сегодня у нас 18 мая, соответственно, 1 июня, то есть уже меньше, чем через две недели, Греции нужно приготовить, соответственно, ликвидность уже в гораздо большем объеме, в 1,6 миллиарда евро, для того, чтобы погасить другой платеж, также почитающийся Международному валютному фонду. Осознавая всю серьезность происходящего и, на мой взгляд, действительно, понимая, что в любой момент эта ситуация может оказаться весьма негативной, как для европейского фондового рынка, так и для других, скажем, рисковых инструментов, прежде всего, нас интересует евро. В частности, Германия выступила с предложением еще на прошлой неделе. Думаю, что эта инициатива будет поддержана уже в самом ближайшее время со стороны Греции. И касается этой инициативы возможности проведения референдума, разумеется, по вопросу голосования членства в еврозоне. Если страна решится остаться, то, несмотря на, скажем, свои предвыборные обещания, Греции придется запустить, инициировать те самые реформы, которые, в принципе, тройка ждет уже от них довольно-таки давно. Прежде всего, речь идет о реформировании рынка труда, который явно уже подразумевает возможность и необходимость возвращения к прежним мерам жесткой экономии. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, насколько Греция будет эффективна в решении своих проблем с ликвидностью. В противном случае все-таки придется пойти на уступки тройке международных аккредиторов. И, на мой взгляд, по какому бы сценарию не пошло бы сейчас развитие событий, все-таки это серьезный риск для уже не то чтобы экономической стабильности Греции, но и серьезный риск для политической стабильности. А это, сами прекрасно понимаете, такой долгоиграющий фактор, который в конечном счете будет оказывать прежнее давление прежде всего на греческий рынок и, как следствие, на европейский рынок в целом. Греция, еще раз напоминаю, присутствующий негативный фактор. Если мы не видим каких-то упоминаний о негативных средствах массовой информации, если рынок отодвинул этот вопрос на, скажем, второй или третий план, ни в коем случае не нужно, скажем, поддаваться всеобщему, возможно, даже заблуждению касательно того, что эта ситуация не может негативным образом сказаться на рынке в целом. Вы должны прекрасно иметь в виду, что при определенном развитии на рынке ситуации, как раз греческий вопрос это потенциальный, один из, возможно, самых серьезных факторов разгрузки для главного валютного риска в перспективе. И этот фактор никуда не девается. Что касается торговой сессии вторника и других активов, которые пользовались спросом, то помимо европейской валюты активно покупали еще и британские фунты. В частности, данные по промышленному производству в Англии оказались лучшими. В этот раз с сентября 2014 года мы увидели по факту прирост на 0,7%, против прогноза на 0,2%. То есть, фактически в три раза показатель превзошел ожиданий. И это несомненный позитив, который тут же был отыгран по британцу. В то же время, если мы вернемся к оценке темпов экономического роста, то есть оценке ВВП Великобритании за первый квартал, там была плохая статистика. Может быть, она носила так же, как и возможно, в рамках американских темпов экономического расширения сезонный фактор, но все-таки она была слабая. И если мы констатировали эту слабость, нужно прекрасно понимать, что плохая статистика, плохие показатели, они, скажем, ни с того ни с сего не рисуются. В основу этого закладываются определенные предпосылки. И в данном случае, в качестве этих предпосылок выступала слабая статистика и наличие серьезных ожиданий касательно более слабых перспектив экономики Британии в целом. Поскольку сейчас мы получаем вроде бы как неплохие данные, более-менее неплохие, не будем забегать вперед. Давайте говорить по тем отчетам, которые были опубликованы за последние две недели, в частности, данные по промпроизводству. Если хорошая статистика, значит, может быть созданы условия, предпосылки для того, чтобы темпы экономического расширения во втором квартале оказались получше. И если даже вернуться, опять же, в подтверждение этих слов и, возможно, в подтверждение этих ожиданий к еще одному макроэкономическому релизу прошлой неделе, это оценка Найсер ВВП тоже Британии касательно, скажем, текущей динамики экономического расширения. Согласно этой оценке, инвесторы, эксперты рынков, аналитики прогнозируют, что второй квартал для темпов экономического расширения Британии может оказаться неплохим, поскольку даже в основу уже этого фактического показателя, точнее, еще не фактического показателя, а ожидаемого значения, закладывается цифра уже 0,4%, против прошлой оценки 0,3%. Поскольку на рынке присутствуют более-менее оптимистичные ожидания, фунт по факту уже и публикации вот этой оценки ВВП смог добраться до локального максимума вторника, уровень 1,5701. Если мы проследим, скажем, эти ценовые рубежи с историческими прецедентами, отмотаем немного свечи назад, то увидим, что это максимальное значение с декабря 2014 года. В среду волатильность на финансовых рынках может быть оказалась даже еще более определяющей и интересной, поскольку в среду буквально такие стремительные движения демонстрировали практически все валютные инструменты. Из макроэкономических отчетов можно было выделить на европейских торгах данные по ВВП, Германии и ВВП, в частности, Германии и Еврозоны. То есть, в частности, по Германии мы увидели показатель 0,3% против прогноза 0,5%. Что касается Еврозоны, то здесь также слабые макроэкономические данные 0,4% против прогноза расширения до 0,5%. Также стоило обратить внимание еще на данные по состоянию британского рынка труда. Уровень заявлений безработных на трудоустройство составил 12,6 тысяч, против прогноза сокращения 20,000. И еще более важным макроэкономическим событием, даже инфоповодом дня выступила конкретика квартального отчета по инфляции Банка Англии. Помимо ориентиров и ожиданий по инфляционному показателю, также мы увидели обновленные прогнозы по темпам экономического расширения, но уже такую растянутую перспективу, поскольку тогда была дана оценка на конец 2015 года и 2016 года. Здесь стоит констатировать слабость. Если, скажем, еще несколько месяцев назад эта оценка предполагала расширение темпов экономического роста в 2015 году до 2,9%, то сейчас в качестве консенсус прогноза уже заложена цифра куда меньше 2,5%, на 2016 год чуть побольше 2,6%, хотя, если опять же вернуться к прошлой оценке, на 2016 год прогнозировалось расширение практически до 3%. Сейчас мы видим, что все большую реальность и объективность определяет как раз локальная статистика, и инвесторы в принципе также детально стараются анализировать любое проявление слабых данных, собственно, так же, как и любое проявление фундаментального оптимизма. Все находит свое отражение в ценах, и разумеется, все используется для анализа будущих показателей, влияющих на темпы экономического расширения. Что касается инфляции, здесь, на мой взгляд, обязательно стоит сделать акцент, и нужно, чтобы вы непременно запомнили тот факт, который уже воспринимается как факт рынком, что с учетом текущей экономической ситуации, текущих экономических реалий, целевой показатель по инфляции, который по британскому рынку заложен, так же, как и для других развитых рынков, в районе 2%, удастся достигнуть даже не в этом году, не в следующем, в лучшем случае, к 2017 году. Соответственно, прежние ожидания, которые когда-то толкали британец вверх, основанные на том, что соответствующие предпосылки увеличения более раннего разгона индекса потребительских цен могут стать основой для повышения процентных ставок, эти предпосылки сейчас уже не актуальны для рынка, поскольку все мы прекрасно понимаем, что если основания сейчас для более-менее полномерного, последовательного повышения индекса потребительских цен нет, значит нет и основания для повышения процентной ставки. Поэтому сейчас по-прежнему нужно концентрироваться на том, что ФРС станет первым регулятором, который повысит ставки. А вот последует ли по стопам Британия, опять же, это под большим вопросом. Если даже это и произойдет, то я думаю, что это не раньше, чем конец 2016 года. Поэтому на рынке, по сути, в связи с такими следствиями, таким анализом, который мы провели по факту публикации квартального отчета, нет прежних факторов, которые способствовали бы росту британской валюты. И если, скажем, в прошлом ожидание того, что инфляция может подрасти, толкнуть на ставки вверх, оказывали поддержку, то сейчас нужно понимать, что британец очень сильно перекуплен. И думаю, что последующие макроэкономические данные и инфоповоды будут больше указывать на то, что фунт-доллар – один из неплохих валютных активов, которые можно рассматривать в качестве хорошей валютной пары для занятия коротких сделок. Разумеется, продажи фунта против американского конкурента. Что касается реакции британской валюты как раз на публикацию всей этой конкретики по факту выхода квартального отсчета по инфляции, то логичное, конечно же, логичного поведения британца мы так и не увидели. Напротив, после выхода квартального отсчета, да, локально была просадка, была коррекция, но после мы видели то, что вышли данные, слабые данные по граничным продажам США и полностью развернули рисковые активы вверх. То есть и евро сразу после публикации этого отсчета подрос и подросли другие рисковые инструменты, прежде всего фунт. В частности, фунт по итогам дня смог сделать около практически 150 пунктов. Евро чуть отстал, но в целом оказался по итогам недели даже более динамично растущим активам, около 130 пунктов. Идем дальше. Что касается других важных макроэкономических отчетов, в принципе, я уже чуть забежал вперед, сказал, что определяющим для рынка в среду выступили данные по граничным продажам. По факту мы увидели нулевой прирост, хотя если, скажем, сравнить ожидания рынка с отчетом прошлой недели, были, конечно же, основания увидеть цифры получше, особенно после неплохой статистики с рынка труда. Тем более, что прошлый показатель по рыночным продажам был 1,1. Но по факту нулевой прирост и, соответственно, подтверждение наличия тенденции того, что статистика выходит плохой. И эта статистика может сдерживать американский мегарегулятор в решении по ужесточению монетарной политики в целом. То есть речь идет о повышении ставок. Может быть, именно осознание того, что очередной слабый макроэкономический отчет показал отсутствие прежнего убеждения в том, что американская экономика встала на рельсы восстановления и стала причиной такой активной разгрузки доллара. Но особенно эту разгрузку можно было увидеть как раз в динамике против рисковых инструментов. Поскольку если мы оценим поведение пары доллар-японская иена, там просадки как таковой существенной и не было. Поскольку доллар-японская иена по-прежнему находится в канале 120, 50, 118. И я думаю, что может быть уже текущая торговая сессия среды и именно ожидание очень важного макроэкономического релиза новостного повода как минутки ФРС оказаться как раз для рынка значимым для дальнейшей динамики и для, соответственно, фокусирования на новые уровни. Поэтому торговая сессия среды, опять же, забежала чуть вперед. Мы еще к концу вебинара вернемся к основным событиям этой недели. Но вы должны также понимать и иметь представление, что эта пятидневка и, прежде всего, торговая сессия среды может для американца оказаться определяющей с точки зрения дальнейших ценовых ориентиров. Что касается других активов, давайте коснемся еще австралийца, который, в принципе, реагировал, наверное, больше на общее рыночное настроение. Если мы видели, что по итогам слабых рыночных продаж активно росла европейская валюта, она также потащила за собой фунт, о чем я уже сказал. Австралиец, новозеландец также не отставали. И еще комментарий по поводу нефти. Вы знаете, что сейчас нефтяной актив, учитывая текущие ценовые уровни, также представляет очень большой интерес. Очень много внимания уделяется сейчас на статистику по запасам нефти США. Мы традиционно анализируем эти данные. Сначала у нас оценка частного агентства API, потом уже официальный отчет Минэнерго США. Так вот, сразу предлагаю опустить API, перейти к официальной статистике от Министерства энергетики и отчет прошлой недели, который подтвердил продолжающуюся уже вторую неделю снижение запасов нефти США. В этот раз цифра оказалась в районе минус 2,1 миллиона баррелей. По идее, снижение запасов должно было стать причиной роста позиции черного золота. Но, опять же, мы увидели не совсем логичное поведение бренда, поскольку после выхода этого отчета бренд проселся локального максимума 68.50 с небольшим до отметки 67. И сейчас, в принципе, торговля, точнее, ценовые уровни особенно сильно не осместились с этих позиций. Нефть продолжает находиться рядом с этими рубежами и по-прежнему представляет интерес с точки зрения занятия коротких позиций, поскольку все ближе и, точнее, все меньше не остается до решающего заседания ОПЕК, где мы прогнозируем услышать, по крайней мере, о сохранении прежних объемов выработки энергоисурсов в рамках нефтяного картеля. Теперь перейдем, давайте, к торговой сессии четверга. Оказалось, также довольно-таки интересной с точки зрения динамики. В качестве важного, самого, наверное, важного отчета дня можно было отметить число заявок на пособия по безработице. В этот раз отчет оказался, собственно, как и по итогам прошлой недели, на хороших значениях, снова подстегнул интерес к американцу, особенно на фоне опубликованных накануне до этого слабых роничных продаж. Почему динамика по состоянию рынка труда, в частности, со стороны еженедельного отчета, оказала поддержку доллару? На самом деле это было связано с тем, что при всем объективном анализе сейчас состояние американского рынка труда. Не стоит умилять тот факт, что ситуация находится на самом лучшем уровне. Ситуация в плане оптимистичной оценки сейчас находится на самом хорошем уровне с 2000 года. То есть, получается, за 15 лет. В прошлый раз мы получили хорошие данные по non-farm perils. Может быть, эта тенденция сохранится. Если эта тенденция сохранится, значит, собственно, сохранится или даже еще больше усилится интерес к американской валюте. По факту еженедельных заверк на пособия по безработице мы увидели 264 тысячи, прогноз 275. То есть, практически лучше на 10 тысяч. И, разумеется, это оказало соответствующую поддержку американской валюте. И пара доллар-японская иена смогла по факту торговой сессии четверга, по результатам торговой сессии четверга, восстановиться с локального минимума 118.80, добраться до уже более высокого ценового рубежа 119.20. Европейская валюта реагировала уже на большее выступление высокопоставленных чиновников национального, скажем, рынка. Это, прежде всего, конференцию у руководителя Европейского центрального банка Марио Драги, где в достаточно оптимистичном ключе снова высказался о перспективах экономики в целом, констатировав, что текущая программа количественного смягчения уже позитивно сказалась на динамике и темпах экономического расширения, но ее нужно обязательно продолжать. Поэтому объявленные объемы 60 миллиардов в месяц до сентября 2016 года – это как раз параметры этой программы количественного смягчения, которые пока не меняются. И очень интересные были сообщения из Греции. Это, опять же, возвращаясь к тем самым рискам, которые Греция представляет для европейского рынка и для европейской валюты. То, что на прошлой неделе, уже практически под завесу пятидневки, Греция снова обратилась с призывом о том, что нужно пересмотреть предстоящие выплаты перед Европейским центральным банком и перед Международным валютным фондом, поскольку сейчас они все-таки испытывают реальные объективные проблемы с ликвидностью. И на погашение прошлого долга займа МВФ на сумму 770 миллионов евро потребовалось задействовать все свои экстренные запасники с ликвидностью. Практически были исчерпаны все ресурсы. Соответственно, дата погашения следующего платежа приближается, становится все ближе и ближе. При этом проблемы с ликвидностью не решены. Не забывайте о том, скажем, факте, что действительно сейчас возможность разблокировки транша обсуждается. И Греция, собственно, не идет навстречу тройке международных кредиторов, для того, чтобы те смогли раскупорить очередной транш кредитных ресурсов общим объемом около 7 миллиардов евро, которые сейчас для Греции просто жизненно необходимы. Еще хотел пару слов сказать про доходность немецких бумаг. По итогам прошлой недели мы увидели, как немецкие бумаги, прежде всего десятилетки, снова показывали восходящее движение по доходности. И, скажем, снова доходность скакнула в район 0,7%. Это можно использовать еще в качестве одного критерия и фактора роста европейской валюты, поскольку рост доходности европейских бумаг, разумеется, повышает разницу между доходностью как раз европейских бандов и американских трежерис. И на этом фоне инвесторы, конечно же, отдают предпочтение тем активам, которые характеризуются больше доходности. И, соответственно, если инвесторы проявляют интерес больше к немецким бумагам, это является следствием большего интереса к активам, которые номинированы в евро. Поэтому динамика роста немецких долговых бумаг и немецких десятилеток за последние три недели уже неплохо поддержали позиции европейской валюты. Но вот как долго это продлится, я думаю, что не стоит питать особенных иллюзий о том, что это, скажем, тенденция, которая сформирована и будет вложаться дальше. В частности, последняя торговая сессия в прошлой неделе явно показала, что немецкие бундесы начали уже корректироваться доходности, возвращаясь к более фундаментально обоснованным и справедливым отметкам. И напомню, что этот рубеж, эта отметка находится по доходности ниже уровня 0,5%. Это уж наверняка. Поэтому локально у нас есть еще один заувалированный фактор, который можно использовать в перспективе в качестве негативного фактора для, соответственно, европейской валюты, ну и, разумеется, для негативного фактора для тех длинных сделок, которые, может быть, кто-то сейчас еще использует в трейдинге. Но еще раз напомню, ни в коем случае не нужно подходить к оценке длинных позиций по главному валютному риску в качестве долгосрочного инвестирования и долгосрочного трейда. Риски есть, и они абсолютно очевидны. И что касается торговой сессии пятницы, на пятницу пришлось еще два важных макроэкономических отчета. Это, прежде всего, промпроизводство в США, снова еще один слабый макроэкономический отчет и еще одно статистическое разочарование. Минус 0,3% против прогноза роста на 0,1%. Мичиганский индекс также подвел 88,6% против прогноза 96%. И в целом, можно сказать уже по факту слабых ожиданий со стороны потребителей, а Мичиганский индекс именно это и показывает. Инвесторы не особенно верят в стабильное восстановление американского рынка. Но, опять же, Мичиганский индекс весьма переменчив. Ситуация может измениться буквально уже за следующие две недели. И нам остается дождаться следующего отчета и уже проанализировать новую статистику в плане оценки потребительского интереса и потребительских ожиданий касательно темпов расширения американской экономики. Поэтому, в целом, можно констатировать уже результаты. Евро-доллар по факту торговой сессии пятницы снова у нас показал обычную динамику 1,1466. Британец, может быть, наконец-таки осознал безосновательность своего прежнего роста, особенно такого стремительного. Начал корректироваться. 40 пунктов по итогам торговой сессии пятницы. Если посмотрим на сегодняшние торги, то фунт также против американца в минусе. Может быть, пошла та самая коррекция, которую мы, в принципе, ждали уже довольно-таки давно. И в целом, можно сказать, что с хая сейчас пара фунт-доллар скорректировалась уже больше, чем на 150 пунктов. Мне кажется, это еще одно подтверждение того, что инвесторы стали оценивать перспективы британца уже через возможность занятий коротких сделок, учитывая то, что сейчас очень много факторов сигнализирует о том, что этот инструмент одним из самых перекупленных на рынке. Поэтому моя идея, в принципе, по итогам заключительного слайда, вы еще увидите, касается ожиданий еще большей коррекции британца на этой неделе. Теперь переходим к основным событиям торговой пятидневки. У нас еще 4 полноценные торговые сессии. Завтра ранний отчет протокола заседания Зердного банка Австралии. Здесь, в принципе, стоит отметить, что сейчас какой бы новостной повод по австралийцу мы не анализировали, здесь нужно руководствоваться еще прошлыми комментариями руководителя Резервного банка Австралии о том, что дорогой австралийц экономике явно не нужен. Глядя на текущие котировки, можно сделать вывод о том, что как раз именно дорогим он сейчас и является. Поэтому снова возвращаю ваше внимание к оценкам, ожиданиям и рекомендациям со стороны инвестиционных банков. Прежде всего, мы часто следим за JP Morgan. Они как раз обозначают уровни 0,8 и 0,850 как отличные ценовые рубежи для возможности занятия коротких сделок. Думаю, что не стоит еще списывать со счетов возможных дополнительные экономические стимулы Резервного банка Австралии. Тем более, что после заката бомбов в горнодобывающий сектор у них явные проблемы с инвестиционной привлекательностью, поэтому экономику стимулировать нужно. И тем более, несколько недель назад мы уже услышали, точнее увидели и убедились воочию, что цикл снижения оставок еще не исчерпан и он может в принципе даже продолжаться, если ситуация будет того требовать. Поэтому австралиец в принципе уже обозначил. Следим за текущими ценовыми рубежами. А что касается привлекательных сделок, также я уже дал рекомендацию касательно того, что можно дождаться еще чуть большего роста, а потом уже выставить соответствующий отложник. Либо для тех, кто привык рисковать, можно также небольшими объемами заходить уже и сейчас на продажу. Англия индекс потребительских цен. Наверное, самый важный отчет сейчас после темпов экономического расширения, поскольку данные по инфляции влияют опять же на темпы повышения процентной ставки. Исходя из прошлого квартального счета, скорее всего, стоит руководствоваться тем, что данные будут ухудшены в негативную сторону, вряд ли совпадут с прогнозом. Соответственно, индекс потребительских цен сейчас больше имеет основания для снижения. Значит, если по факту мы увидим действительно коррекцию инфляционного давления, это очень неплохой фактор для разгрузки британца. В среду интересная торговая сессия заседания Европейского Центрального Банка. Сейчас давно мы уже не получали официальных, конкретных установок по дальнейшему монетарному курсу. Были, конечно же, выступления чиновников европейских и, в частности, на прошлой неделе комментарии Драги. Но конкретных целевых указаний еще пока нет. Может быть, в эту среду можем увидеть какие-то дополнительные комментарии по перспективам программы количественного смягчения. Поэтому, конечно же, событие интересное. Но в целом, я думаю, что какими бы комментариями и какой бы риторикой не руководствовался Европейский Центральный Банк, а в целом все, что касается монетарной политики, сейчас агрессивной и сверхостимулирующей, это, опять же, негативные факторы для главного валютного риска и, опять же, с точки зрения позиционного трейдинга. В среду также будут опубликованы данные по запасам нефти. Нефтепродуктов в США очень важно сейчас, поскольку мы ждем, конечно же, еще большего убеждения, подтверждения того, что сейчас нефти нужно все-таки вернуться на землю, скорректироваться. Это, соответственно, если увидим возгновление прошлого цикла роста запасов, это может оказаться негативным фактором для нефти и, разумеется, фактором, который сможет оказать соответствующее такое же негативное давление и на российскую валюту, которая уже на сегодняшних торгах умудрилась оказаться даже ниже уровня 49. Это тоже не совсем вяжется с текущими фундаментальными установками и текущей фундаментальной картиной. Но думаю, что российский центральный банк держит руку на пульсе и готов, в случае чего, увеличивать объемы покупки валюты. Пусть это из-за, скажем, вуалированной интервенции, которые сейчас выдаются как инструменты повышения золотовалютных резервов. Ну и, конечно же, самый важный отчет и событий этой недели – это итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Минутки ФРС в целом – это событие, которое точно уж поможет нам определиться с дальнейшими ориентирами по американцу. Но если, скажем, по факту протоколов мы получим намеки того, что решение по повышению процентной ставки хоть и откладывается, но пока еще точно неизвестные сроки, то есть если и ранняя осень сохранит актуальность в плане возможной решительности, то, соответственно, для доллара это несомненный позитив. Но все-таки стоит руководствоваться последними слабыми макроэкономическими данными и понять, что, наверное, монетарным властям придется задействовать все свое красноречие, чтобы убедить рынок в том, что еще рано списывать американцы со счетов, особенно на фоне последних, конечно же, слабых отчетов и слабых данных по промышленному производству и мчиганскому индексу торговой сессии пятницы. Сейчас, конечно же, все располагает в пользу того, чтобы активно продавать американца и делать ставку на продолжение роста рисковых инструментов. Все-таки, опять же, логично, фундаментально это самая, может быть, предсказуемая рекомендация, которую сейчас могут получить трейдеры и инвесторы. Но я все-таки делаю акцент на то, что и советую вам руководствоваться комментариями еле на том, что сюрпризы по факту возможных решений, комментариев, намеков, они обязательно последуют. И если, скажем, ФРС все-таки решит дать рынку понять, что американец имеет основания для роста в плане, опять же, наличия основания для повышения процентной ставки, с этим рынок уже не сможет поспорить, поскольку комментарии будут определяющими. И самое главное, чтобы с учетом такого сценария вы не находились, не стояли против роста и укрепления американской валюты. Поэтому еще раз давайте резюмировать. Эта среда у нас будет весьма интересная. Эта среда позволит нам оценить дальнейшие перспективы американца, поскольку уже точно можно будет определиться с тем, когда же все-таки ожидать повышения ставки. Ну, по крайней мере, надеяться, что коррекция произойдет либо ранней осенью, либо уже ближе к закату 2015 года. В четверг индексы деловой активности в производственном секторе маркета Германии Еврозоны. Традиционный отчет по числу заявок на пособия по безработице и также, в купе с аналогичными данными европейского происхождения, еще индекс деловой активности в производственном секторе маркета. Несмотря на то, что статистика неплохая, но думаю, что рынок будет больше руководствоваться уже как раз итогами минуток ФРС и закладывать их как раз в качестве основных фундаментальных событий, факторов для того, чтобы завершить неделю на мажорной либо минорной ноте. Это уже как покажут оценки со стороны ФРС и как покажет, собственно, тон представителей американского мегарегулятора. И торговая сессия пятницы. Традиционно у нас довольно-таки спокойный день. В частности, можно будет обратить внимание на инокс делового оптимизма от ИФА Германии. Но, судя по последним данным по темпам экономического расширения, думаю, что не нужно надеяться на хорошую статистику. Даже можно уже с 90% вероятностью сказать, что индекс делового оптимизма от ИФА будет хуже прогнозного значения, поскольку прогноз находится на довольно-таки неплохом уровне. И на основании чего мы делаем такие выводы? Да, на основании последних макроэкономических данных. Напомню, что оценка делового оптимизма осуществляется с соответствующим анализом бизнесменов общего тренда, который характерен для ведущей экономики еврозоны. И предпосылок для того, чтобы ситуация стабилизировалась и улучшалась. Я думаю, что прошлые данные по ВВП ясно указали нам на то, что сейчас Германия переживает не самые лучшие времена. Также индекс потребительских цен – неплохой отчет, особенно если учесть, что данные по инфляции являются одним из ценовых параметров, на которые ориентируются монетарные власти при принятии решения об ужесточении монетарной политики. С рынком труда мы вроде бы как разобрались, с индексом потребительских цен пока еще не ясно. Но, может быть, в эту пятницу, если будет зафиксирован, соответственно, факт разгона индекса потребительских цен, роста этого показателя, кто-то сможет рассмотреть в этом как возможность для появления локальной тенденции, которая может закрепиться и может, скажем, нарастающими темпами привести к достижению целевого показателя. Но прежде чем делать об этом выводы, нужно все-таки дождаться, конечно же, фактического показателя. И, собственно, исключительный слайд – это ценовые ориентиры по основным валютным активам. Это евро-доллар австралийц против доллара, USD-иена и фунт-доллар. Опять же, если сравнить с текущими ценовыми значениями, совершенно очевидно, что мы продолжаем делать ставку на коррекцию рисковых инструментов. Я думаю, что, по крайней мере, по британцу и по австралийцу для этого созданы все условия. А что касается доллара, то, как уже говорил, покажут предстоящие минутки ФРС. Собственно, на этом все. Можно теперь к вопросам. Вижу, много написали. Видите, большое спасибо вам за комментарий. Честно говоря, такой инфоповод я не отследил на рынке. Да, очень хорошая информация. Поэтому я сейчас советую всем тем, кто присутствует на нашем вебинаре, ознакомиться с этим комментарием. Это еще раз подтверждает тот факт, что ситуация с Грецией может аукнуться на европейском рынке и на евро в самое ближайшее время. Что касается коррекции фунта до уровня 1.52.70. Это, конечно же, крутоватая цель. Но, в целом, давайте сейчас пока руководствоваться более приемлемым значением. Это снижение пары в район 1.55. Как только этот рубеж будет пройден, тогда поставим уже другие цели. Но я думаю, что вполне возможно, поскольку в целом пара, еще раз повторюсь, очень сильно перекуплена. И для того, чтобы снять эту перекупленность, нужно, наверное, просесть как минимум в район 1.5. Какие прогнозы по австралийцу НЗД? Предлагаю к этому вопросу вернуться после публикации завтрашних комментариев по монетарному курсу Резервного банка Австралии. Пока мы видим, что австралийцы демонстрируют не совсем оправданное восходящее движение. Ждем, соответственно, коррекции по австралийцу. И я думаю, что эта коррекция сможет потянуть пару от НЗД вниз. Если вернуться к нашим целям, это район паритета. Для оппозиционного трейдинга эта цель сохраняет актуальность. Тем более, что инвестиционный банк, на который мы ориентировались при принятии этого решения, опять же тот же самый JP Morgan, они также пока не советуют менять ориентиров по перспективам этого валютного тандема. Завтрашние протоколы, точнее комментарии по денежно-кредитной политике смогут нам пролить свет касательно того, стоит ли в ближайшее время ожидать еще одного смягчения ставки, еще одного снижения ставки. Если такие мягкие намеки будут даны, думаю, что текущие значения будут также неплохими для занятия коротких сделок. Для тех, кто еще не торгует этим валютным тандемом, но для тех, кто находится уже с достаточно более низких уровней в этой валютной паре, это может послужить сигналом того, что сделка в принципе позиционно характеризуется правильным направлением. Большое спасибо вам за вопросы, соответственно увидимся уже в ходе нашего следующего вебинара в следующий понедельник. Ну и также не пропускайте наши брифинги, которые выходят в каждодневном формате. Хорошей вам торговой пятидневки, успешных сделок, всего доброго, до свидания.